Девушки отдыхают Как могло прийти поздравление с днём рождения от умершего? На эти вопросы сможет ответить только суд Нашему сыночку в 10 лет от второй мамы Мама вторая Это что, получается инсест? Что делать, когда любимый младше на 20 лет? Тогда он единственный сын лучшей подруги Рассудок говорит, нельзя А сердце, пусть 5 минут, но любовь Что выбрать? Многолетнюю дружбу и спокойствие Или предательство и счастье? Я просил её Готов жениться Вы и сейчас готовы на ней жениться И признать ребёнка? Да, потому что я её люблю Девушка приехала покорять столицу Сначала зарабатывала проституцией И мечтала о счастье Затем устроилась прислугой в богатую семью Но не для того, чтобы мыть полы Теперь требует признать хозяина дома В котором работала отцом её ребёнка Истец в интересах несовершеннолетнего сына Предъявляет иск о восстановлении срока Для принятия наследства О признании за сыном права собственности На имущество умершего отца И о признании супруги умершего Недостойной наследницей Ответчик против иска возражает Так как вступила в права наследства вовремя И на законных основаниях Истец, я вас слушаю Я мать и законный представитель Капралова Степана Николаевича Я прошу суд восстановить срок Для принятия наследства Чтобы мой сын мог не уступить И признать его законным наследником Своего умершего отца А ответчика, числе Ивалу Александру Признать незаконным наследником Недостойным или незаконным? Недостойным наследником Я объясню почему Дело в том, что 8 лет назад Мы с мужем развелись Потом мы с сыном из Архангельска Переехали в Саратов С мужем я бывшим не общалась Но алименты на сына регулярно поступали Вот 8 месяцев назад Вдруг с другого счета Они стали приходить Меня это удивило Я в соцсетях полазила И увидела, что бывший муж женился Не так давно И как ни зайду на его страницу Его там нет Меня это немножко напрягло Что значит его там нет? Ну не бывает Не посещает свою социальную сеть Ничего там не добавляется Ни постов, ничего Через бывших знакомых Я узнала телефон своей свекрови Бывшей Позвонила ей Говорю А у Коли все в порядке? Там все А она говорит Он умер То есть он уже умер А алименты приходили Ну и кто их присылал? Она их и присылала Его новая жена Зачем? Зачем она это делала? Как вы считаете? А чтобы сын мой не вступил В права наследования Никто не сообщил Что умер отец Ничего подобного Это чушь полная Это совершенно необоснованное обвинение Обоснованное Я вас послушаю попозже Ответчик И дело в том Что это еще не все Четыре месяца назад На день рождения Степы Сына Пришло поздравление от мужа А он уже был мертв Как он мог прислать поздравления? А в какой форме пришло поздравление? Телеграмма, открытка? Все время приходили они на e-mail То есть отец все время ему посылал На электронную почту То есть с его электронной почты Пришло поздравление сына с днем рождения? И непонятно Я вот уверена Что это аферистка Все организовала Вы бы выбирали выражение Вы в суде вообще-то находитесь? Вообще Ответчик не может делать замечание истцу Замечание здесь может делать только суд Оскорблять меня она имеет право У вас пока что еще никто не оскорблял Она меня называет аферисткой Потому что есть аферистка И еще она к тому же не воспитана И не знает, что к посторонним людям Нужно обращаться по имени-отчеству и на вы Хорошо Когда вы будете выступать Я посмотрю, как вы себя будете вести Документы имеются у вас подтверждающие? Нет-то есть Передайте, пожалуйста, через судебный пристав Еще хочу добавить, что Очень подозрительно Оказывается Две недели прошло, как они поженились Как он умер Это очень странно Что-что, простите? Они поженились, две недели прошло И бывший муж умирает Друг скоропостижно И это очень подозрительно И она говорит, что она не аферистка Сын на похоронах не был отца Правильно, потому что она не дает общаться ребенку с отцом Деньги кто-то присылал Из вредности никогда не давала Зато алименты исправно получала Алименты она откуда об этом известно Если вы две недели только замужем были? Естественно, от своего покойного мужа Но прежде чем мы поженились, мы с ним долго были знакомы Он мне рассказывал об этой даме очень много А что-то еще хотите добавить? И? Вот это поздравление, да? Вот это поздравление У меня есть свидетель, моя свекровь Которая подтвердит, что ответчик это все аферистка Хорошо, истец Мы заслушаем свидетеля чуть позже А сначала мы послушаем ответчика Пожалуйста, ответчик Изложите ваши возражения Или вы признаете их Нет, разумеется Что вы хотите пояснить? Это совершенно необоснованные голословные обвинения Во-первых, я хочу сказать, что медицински подтверждено Вот свидетельство о смерти и заключение Могу я передать и приобщить к делу Что у моего мужа оторвался тромб И это большая потеря для меня И смерть произошла в больнице Так что вот эти все инсинуации я просто прошу вот снять У вас никто не обвиняет в смерти вашего мужа Вот, а во-вторых, я посылала деньги Да, действительно, это была я То есть вы признаете, что это вы посылали деньги Да, безусловно Со своего счета после смерти мужа Это не противозаконный факт И я объясню, зачем я это делала Дело в том, что мой покойный муж Про эту даму мне рассказывал Что она бездельница, лентяйка Очень алчная И единственное, что ее интересует Это лежать, смотреть сериалы И тянуть деньги из мужчин Что и до него у него были такие случаи Он с ней развелся Наконец-то И она из вредности, из внутренней своей Запретила сыну общаться с отцом То есть отец плохой Она его специально увезла подальше Но при этом элементы регулярно получала То есть деньгами плохого отца Она не помешалась И она не работала с этого времени ни дня Это тоже мой покойный муж узнавал Естественно, мы были безразличны с его ребенком И я поняла, что если я просто не поддержу Какое-то время этого несчастного мальчика То он просто, я не знаю, что там будет есть Или умрет вообще с голубого То есть вы из благородных побуждений Из чистого человека любия я решила какое-то время Естественно, я не собиралась сделать это во всю жизнь Скажите, пожалуйста, а чисто из человеколюбия Вам не пришло в голову сообщить сыну о том, что у него умер отец? Чтобы он присутствовал на похоронах, например? Мало того, что она не хотела с отцом общаться Я представляю, какая была бы реакция, если бы я позвонила И я считаю, она должна была хотя бы как минимум с бабушкой Мы могли своей крови попросить Вот так она в том-то и дело Она не хотела даже к бабушке подпускать собственного внука И поэтому просто невозможно было с ней никак связаться Скажите, пожалуйста, вы предъявляли заявление в нотариальную контору О принятии наследства? Да, конечно А из человеколюбия и в интересах несчастного ребенка Которому вы продолжали посылать алименты Вам не пришло в голову, что он является наследником вашего покойного мужа? Ваша честь, я это тоже могу объяснить У меня есть документы Вот, документы на строительство дома Я его строила три года Еще до того, как мы поженились с Николаем Это мой дом, который я построила на собственные деньги Я деловая женщина, у меня свой бизнес Также машины Одна машина была куплена мною два года назад Вот договор купли-продажи Вторая машина тоже была куплена мною год назад На чье имя? Документы на мое имя Но после заключения брака я сделала договор дарения на Николая Я объясню, с чем это было связано Дело в том, что у меня еще есть первый муж Тот еще негодяй, уж простите, Ваша честь Да просто ты обобрала ребенка И все эти деньги хочешь себе получить Он ждал три года, пока я построю дом Через суд признал недействительным расторжение брака И хотел предъявить тоже претензии на это мое имущество Естественно, я не хотела ничего этому негодяю отдавать Почему я должна ему что-то давать? Он ни копейки никогда не вложил Он был тунеядец И я только из этих соображений записала все на Николая Только поэтому, чтобы уберечь просто наше теперь уже совместное имущество Все-таки это совместное имущество? Ну, поскольку мы вступили в брак, я хотела с Николаем делить всю свою жизнь Я никак не могла предположить, что на него дом оформлены две машины, на него Это никто не может предположить, Ваша честь Это для меня большое горе, а я вынуждена теперь судиться Если вы считаете, что дом ваш, вы можете найти другой способ защиты своего права И предъявить иск о признании за вами данного имущества И исключение его из наследственного имущества Существуют же законные способы решения вопросов, понимаете? Видимо, придется теперь, потому что мне такое вообще вкуп не могу А вы выбираете тот способ, который удобен вам Посылать алименты от умершего Скажите, вот это поздравление вы отправляли? Нет, не я отправляла А кто? Ваша честь, можно передать документы? Можно передать документы Я обратилась в центр компьютерных экспертиз, когда я узнала, что мне предъявляются подобные обвинения И там ясно доказали, что эти все письма электронные Мало того, не только это последнее письмо, но еще все годы, пока вот эта дама была в разводе с Николаем Она посылала со своего IP-адреса, со своего личного домашнего компьютера Вопрос, зачем она это делала, зачем она обманывала собственного ребенка А последнее письмо совершенно точно послано для того, чтобы на меня каким-то образом навести течь И опорочить меня Передо мной заключение экспертное Вы посылали со своего адреса, но с почтового ящика вашего бывшего мужа поздравление сына Она богачка и на деньги можно все купить Вопрос я вам задала Посылали в интересах ребенка Не хотите отвечать Муж не хотел общаться с ребенком и мне приходилось поздравлять за него ребенка Это ложь, Николай постоянно пытался Он не хотел со Степой вообще общаться, если бы хотел, общался бы Это ложь и я удивлена, почему Татьяна Николаевна перешла на сторону этой дамы Татьяна Николаевна прекрасно знает Шестой квадратных метров дом говорит, что он ее Две машины на него написаны, на бумы, она только о доме думает, она только метражи считает У нее сын растет Вы не стоите друг друга Вы прям как пара То есть вы возражаете против данного выезда Я категорически возражаю Вы против того, чтобы был восстановлен срок Объясните, пожалуйста, почему Вы возражаете против восстановления срока Ребенок является наследником вашего покойного мужа? Но имущество не является имуществом моего покойного мужа Скажите, пожалуйста, истец, я хочу еще раз услышать, что вы просите у суда Я прошу восстановить срок для принятия наследства и признать моего сына Для вашего сына несовершеннолетнего Для моего несовершеннолетнего сына Признать его единственным законным наследником А ее лишить наследства На какое имущество вы просите признать право собственности? Ну вот я узнала у нотариуса, что остался дом 600 квадратных метров Он записан на бывшего мужа Соответственно, мой сын имеет на него право Это несовместное имущество И две машины, которые записаны на бывшего мужа Тоже несовместные до заключения брака И вот эти машины на сумму примерно 3,5 миллиона рублей То есть наследственное имущество состоит из дома и двух машин? Да Правильно я понимаю? Хорошо, слушаем свидетелей Пригласите, пожалуйста, свидетелей Свидетели с собой идите Здрасте Представьтесь, пожалуйста Здрасте Жилина Татьяна Николаевна Что вы можете пояснить суду по поводу предъявленного иска? Вам известно о чем иск? Ну да, вот теперь известно Известно Ваше отношение к иску? Когда мне позвонила Алла, она у меня спросила Случайно нет ли у меня адрес или телефона Ну вот бывшей его супруги Валентины Вот Я сказала, что нет, мы не общаемся Но если надо, я могу узнать у наших общих друзей Тогда на что она мне сказала Татьяна Николаевна, не-не-не, ничего не надо Это я так просто Ну просто я как-то тогда мне даже мысли не закралось Но когда мне уже потом позвонила Валентина через какое-то время И сказала, что у Аллы осталось наследство Якобы от моего сына А я ведь знаю, что мой сын был гол как сокол У него из наследства была только квартира моей матери, бабушки Которая ему ее подарила То есть еще имеется квартира У моего сына была, да, у покойного Но он ее при разводе с Валентиной Подарил нашему внуку Степке Вот И все, больше ничего у него и не было на тот момент Какое, думаю, у него имущество Какое имущество Какое у него там наследство Вот, я до конца даже так и не поняла А она мне объяснила И дом там есть, и машины И что это как бы должно принадлежать По праву Сыну Нашему внуку Она, конечно, гадкая женщина Вы знаете, что Кто из них? Кто из них гадкая женщина? Валентина Вот почему он не делает Хотя я вроде пришла на ее стороне Истец Да А почему? Потому что, вы знаете Когда он подарил ей сыну, внуку квартиру нашему Она ее быстренько продала И уехала в другой город Мы даже вообще ничего не знали об этом Ну как не знали? Алименты же перечисляли Значит, знали, где проживает истец с ребенком Не хотела просто жить рядом с ним Алименты перечислял мой сын Ну? И понимаете, мы не видели своего внука Вообще И совсем и он нас забыл И это было для меня очень для нас обидно Вот А когда вот это все случилось Она вдруг нашла наш телефон Мой телефон И сразу начала звонить И про это наследство говорить Вот как деньгами запахло Понимаете? Он об этом и говорит Ну, Ваша честь Я подумала на тот момент, что Может быть, правда У сына было наследство Ведь Алла Ну, последняя его жена Алла, вы имеете в виду ответчик? Да Я знала, что у Аллы есть дом, машины Но я думаю, каким боком они относятся к моему Николаю Вроде это ее было как бы добро Вот Но Валентина меня убедила Нет, это наследство И поэтому это наследство должно Хотя бы частично достаться нашему внуку И я, конечно, подумала, что действительно это так Понятно Раз это он общее, значит, и внуку нашему тоже что-то оттуда принадлежит Суд удаляется для вынесения решения Далее в программе Нашему сыночку в 10 лет от второй мамы Мама вторая Это что, получается инцест? Что делать, когда любимый младше на 20 лет? Когда он единственный сын лучшей подруги? Рассудок, говорит, нельзя А сердце, пусть пять минут, но любовь Что выбрать? Многолетнюю дружбу и спокойствие Или предательство и счастье? Я просил ее Готов жениться Да это ему никогда не бывает Вы сейчас готовы на ней жениться и признать ребенка? Да, потому что я ее люблю Женатый мужчина не скрывает, что приплачивал горничной за оказание интимных услуг Но он не признает себя отцом ее ребенка, так как существует другой мужчина, готовый добровольно подтвердить свое отцовство А я хочу, чтобы справедливость была и правда вышла Положено, значит, отдай Суд принял решение Иск, заявленный в интересах несовершеннолетнего ребенка Удовлетворить Восстановить несовершеннолетнему сыну Умершего срок для принятия Наследства И признать За супруга несовершеннолетним Сыном умершего Право собственности на одну вторую долю В имуществе В требовании о признании Супруги умершего, то есть ответчика Недостойной наследницы, отказать Суд Восстанавливает несовершеннолетнему Сыну умершего срок для принятия Наследства В соответствии со статьей 1155, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации В связи с тем, что пропуск срока Для принятия наследства Суд находит уважительным Совершенно очевидно, что Ребенок не мог знать Равно как и его мать Не мог знать, не могли знать О том, что Отец ребенка умер Конечно же, ответчик Если предположить, что имущество Реально принадлежит вам И приобретено на ваши денежные средства То было совершенно неразумно И неосмотрительно Распорядиться им при жизни вашего супруга Таким образом, что Теперь оно стало Наследственным имуществом И на него претендует законный наследник А вы фактически получаете только половину Но в то же время Я полагаю, что Вы уже понимаете Каким образом можно Эту ситуацию Хотя бы частично Исправить Решение понятно? Да Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Я очень рада, что мой сын получил наследство Маловато, конечно, половину А, эта аферистка Она ничего не заслуживает Одного мужа облапошила И еще второго убила Две недели прожили в браке Я недовольна решением суда Это мое имущество И я не считаю, что кто-то Имеет на него право С другой стороны, мне действительно Суд указал на мою ошибку Мне не следовало оформлять это имущество На моего покойного мужа И теперь я обязательно буду подавать В апелляционные инстанции Другой иск о признании этого имущества Об исключении этого имущества Из наследного имущества Прошу всех встать Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир» Слушается дело Здесь кипят вот такие страсти Я тебя убью сама Даже видеть вас не могу Скотина, слушай отсюда Твари Ира, кого ты слушаешь, Ира? Здесь открываются самые страшные тайны А то, что ты с папой своим спишь Об этом будем заявлять? В первую брачную ночь, господи, как это? В первую брачную ночь Он меня изнасиловал, когда мне было 16 лет Я не хочу об этом вспоминать Здесь мужчины плачут, как дети Когда ребенка теряешь, что делать И кому потом обращаться? Они помогут Да им плевать Дела семейные У каждого своя правда Но закон один для всех Истец Маргарита Будова Обратилась в суд С иском о вселении и регистрации По месту регистрации мужа Ответчик Наталья Будова с иском не согласна Считает его необоснованным Слушается дело О вселении и регистрации по месту регистрации мужа Истец Пудова Маргарита Евгеньевна Ответчик Пудова Наталья Владимировна Истец, я вас слушаю Ваша честь, я прошу восстановить справедливость И дать возможность проживать мне в квартире Моего мужа от самого будущего ребенка Так, истец, я вижу, что вы в положении Скажите, пожалуйста, вам комфортно? Вы можете стоять или вам принести стул? Я могу, я постою, спасибо Хорошо, продолжайте, пожалуйста Дело в том, что ответчик Моя подруга в прошлом Она выгнала нас из квартиры Где мой муж проживал У вас одинаковые фамилии Кем вам приходится ответчик? Это моя свекровь Вы сказали, она ваша подруга Ну, в том числе и подруга Мы долго дружили с ней Полжизни вместе прожили И на сегодняшний день Что значит полжизни вместе прожили? Ну, когда она осталась одна с ребенком Я ей помогала с ребенком С ребенком в смысле с мужем? С ее ребенком Да, да Когда маленький был совсем Он и сейчас не такой большой Сейчас-то он уже совсем взрослый мужчина Так, подождите, истец Я прошу прощения, а вам сколько лет? Мне 35 лет Мам 35 А сыну ответчице? 20 Совершенно взрослый мужчина Ну, теперь понятно Возмужал Окреп Мы не видели с ним То есть, пока он был маленький Вы помогали ответчице С маленьким ребенком Да Я его любила Как маленького ребенка Вырастили, помогли вырастить Помогала, конечно Всю душу вложила Конечно Кто же знал Долгое время я не видела Мужа своего У меня 4 года Мать сильно болела Я ухаживала за матерью Когда мать, к сожалению, скончалась Я снова вернулась в Москву И вновь увиделась Вот с моим мужем уже Да, на сегодняшний день С сыном ответчице? Да, с сыном ответчице Он возмужал Он стал совсем взрослый мужчина И у нас был один вечер Когда мы захотели прогуляться совместно Мы сходили на вечеринку Развлеклись Ну, так получилось На дискотеку ее потянуло Вот старушку вот эту 30-летнюю На дискотеку с младенцем И что ты к нему в трусы да полезла Отвечек 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 Ну, пожалуйста Ну, он взрослый уже мужчина Сколько лет было? Сколько лет было? Девятнадцать лет ему было, да Совершенно возмужалый мужчина Который ухаживать умеет В институте Учится до сих пор Уже не нужно еще и работать на тебя, на гадину Ну, я это Отвечек Отвечек Еще одна такая выходка и я вас оштрафую Ваша честь, мы любим друг друга У нас будет ребенок Вы проживаете вместе? Да Ну, так получилось, когда вернулась с отдыха, с командировки В том числе моя подруга, да Она врезала новые замки Мы поженились? Мы поженились, да То есть у вас официальный брак У нас официальный брак Так В ее отсутствии, к сожалению, так получилось, да Муж решил так, что он сам То есть отвечек не знала, да О том, что вы вступили в брак Да Так вышло, что он сказал, ну, давай по-скромному распишемся Потому что такое положение уже, да Он узнал, что я беременна теперь И у нас будет ребенок совместный Так сказать, воспользовался отсутствием мамаши Ну, он сказал, давай по-тихому распишемся Потому что знает он маму свою Ты не он это сказал, ты сказала, по-тихому распишемся, пока этой нет Наташ, ну мы можем же вместе сейчас семью восстановить У меня нет возможности другой с тобой повидаться, увидеться Милая Риточка, посмотри, какие ты мне книжки сыночку дарила Нашему сыночку в десять лет от второй мамы Всю жизнь его любила Мама вторая Это что, получается, инцест? Вторая мама Я его всю жизнь любила Отлично, вы хорошо слышите? Я вам стучу И призываю вас к порядку Я его всю жизнь любила И он теперь меня любит И Бог дал нам ребенка кровного Это же ее будущий внук Ну как нам на улице жить теперь? Квартира... Кому принадлежит? Половина собственность мужа моего Половина собственность ответчица В равных долях вашему мужу и ответчица Да, одна вторая моя доля Вы там проживали Да, он сделал мне Временную регистрацию Он вам сделал Временную регистрацию Хорошо, приехала ответчица Увидела Устроила нам грандиозный скандал Потрепала мне нервы Несмотря на то, что я в положении ее внука Рощу И когда я в консультацию пошла Она врезала новые замки Выставила мои вещи, которые оказались в подъезде И мы обратно вернуться не можем Вы вместе не можете вернуться или только вы? Да Ну он не хочет общаться на сегодняшний день с мамой По причине того, что она устраивает Где вы сейчас проживаете? У друзей Скитаемся одну ночь у одних друзей Вместе с мужем Да, вместе с мужем Да, он поддерживает меня То есть он тоже не проживает в квартире матери? Нет, он меня поддерживает абсолютно полностью Вы просите вас вселить и зарегистрировать по месту регистрации мужа А что муж? Муж что говорит? Он полностью под ее властью находится Мозги ему запудрило ребенку Подождите, подождите А муж не заявляет иск о вселении? Ну муж то может проживать, она его не выгоняла Он просто меня поддерживает Понятно, понятно А его отношение к этому? Ну он негативно настроен на сегодняшний день к своей маме По причине того, что она вот устраивает такие ситуации А по поводу вашего иска? Вы с ним обсуждали, что вы идете вселиться? Да, да, он в курсе, он знает Естественно, он меня поддерживает во всем Потому что у нас уже семья Хорошо, я поняла вас Ответчик, слушаю вас Ваше отношение... Нет, подождите Я видеть не желаю Это я поняла Ни сейчас, ни у себя дома Пусть выметается из моей жизни Я даже хочу забыть, что она когда-то была моей подругой Суду, объясняйте суду Действительно были подругами Действительно были подругами Помогала, помогала мне с ребенком Еще когда он был совсем малышом И даже называла его так Сынок Сынок Обращалась к нему Сынок И считалась второй мамой Вторая мама Разве так поступит по отношению к ребенку? Разве это мужик? Ну, ответчик Ну, подождите минутку Ну, так уже сложилось Мальчик вырос Так сложилось, что я неожиданно уехала в командировку Я ее пустила-то только с одной мыслью Чтобы как-то помогала нашему ребеночку В общем, естественно Где-то что-то приготовят Да где-то там присмотреть Ну, все-таки молодежь Она же и гулять может И где-то что-то Вашу какую-то историю Ну, ответчик Ну, вот смотрите, как присмотрела-то Помощь с ее стороны Помогла? Помогла? Не буду Я когда приехала из командировки Я в шоке была Увидела Сидит Беременная подруга моя Сын Я люблю И мы расписались Как расписались? Почему расписались? Без моего согласия Без моего разрешения Меня даже на свадьбу не пригласили Как так можно? Мне прямо плохо стало Мне и сейчас Плохо Я даже еле дождалась утра Они куда-то там ушли Один на работу Другая по своим заводам Женскую консультацию Куда-то потащилась Я Собрала все вещи Выбросила На лестничную площадку И врезала Новые замки И еще врежу Если еще раз Прибрется в мой дом Еще неизвестно Неизвестно Еще чей это Ребенок Я не уверена Ваша честь Я не уверена Что это его ребенок Ваш сын Уверен? Нет, он не уверен Он уверен Я с ним разговаривала По телефону И что он сказал? Что он не уверен Что это его ребенок? Когда он со мной разговаривает Он сомневается Мы с ним беседуем Я говорю Ну ты уверен Что это твой ребенок Ведь она там по дискотекам Каким-то ходила Он даже не хочет общаться Вы знаете, ответчик У меня такое ощущение Что когда с вами сын разговаривает У него даже нет возможности Слово вставить Не то что возражать вам Нет, мы беседуем И я пытаюсь ему объяснить Что она за особа Может вам стульчик принести? Документы передайте Через судебного пристава Скажите, пожалуйста Действительно Собственниками квартиры Являетесь вы и ваш сын Да Я собственница одной второй Вот у меня есть документ Простите Передайте тоже судебному приставу Документы Да И книжечка у меня есть С ее автографом Крипкиным Книжечка Книжечка Мама вторая Скажите, пожалуйста По одной второй У вас в собственности Данная квартира Да Понимаете ли вы Что ваш сын Имеет такое же право На эту квартиру Как и вы Да, но без моего согласия Он не имеет права Понимаете ли вы Что он Нет, почему же? Ну если я возражаю Он же такой же собственник Как и вы Он уже зарегистрировал Временно Свою супругу Родится ребенок Имеет право Тоже зарегистрировать его По этому месту жительства Я сейчас говорю Вы слушаете Дальше Он имеет право Свою долю распорядиться Он имеет право Свою долю продать То есть провести Отчуждение Безусловно С вашим согласием Потому что вы Являетесь собственником И у вас преимущественное Право покупки Но если вы не захотите Выкупать эту долю Он имеет право Продать эту долю Третьему лицу Это вы понимаете? Я понимаю Он имеет право Свою сыну Голова то у него Еще на плечах Осталась Может быть в другом месте То есть вы это понимаете Кто-то им управляет Но голова у него есть Суд удаляется Для вынесения решения Далее в программе Я просил ее Готов жениться Это ему никогда не бывает Вы и сейчас готовы На ней жениться И признать ребенка Да Потому что я ее люблю Девушка приехала Покорять столицу Сначала зарабатывала Проституцией И мечтала о счастье Затем устроилась Прислугой в богатую семью Но не для того Чтобы мыть полы Теперь требует признать Хозяина дома В котором работала Отцом ее ребенка Суд оглашает решение Иск о вселении И регистрации По месту жительства Ответчика Оставить без удовлетворения В данном случае Суд не удовлетворяет Исковые требования Так как квартира В которую истец просит Вселиться Находится В том числе В собственности Ответчика И если Ответчик возражает То есть Если собственник возражает То у суда Нет оснований При данных обстоятельствах Данный иск удовлетворить Также суд разъясняет Что сам факт Регистрации брака Никаких прав На площадь мужа И на собственность мужа Не порождает Поэтому В данном случае Вы можете Претендовать Только на то Чтобы был Зарегистрирован Ребенок После рождения На площадь Мужа Если не имеете Своего собственного жилья И в случае Если данный Спор Будет удовлетворен Либо В том случае Если ваш муж Зарегистрирует Вашего ребенка По месту своего жительства В дальнейшем Вы сможете Претендовать на то Чтобы Было Реализовано ваше право На совместное проживание С вашим ребенком Но как я вижу До этого еще Все-таки Достаточно далеко Поэтому В данном случае На этом этапе Вам Выски отказано Дело закрыто Решение суда Выски отказать Конечно Чувства Которые схлынули между нами Между мной и Павлом Были неожиданностью Для меня в том числе И я очень надеюсь Что у Натальи Изменится со временем Поутихнет ее ярость ко мне И наши взаимоотношения нормализуются Я удовлетворена Решением суда К счастью В самое ближайшее время Я не увижу эту мерзавку У себя дома Может быть потом Сын одумается Вернется домой Но только без нее Это самое полезное телевидение Смотрите внимательно Сожители это юридическое понятие Записывайте С очень давнишних времен Было принято такое решение Что дети рожденные В течении трехсот дней После того как Мужчина ушел воевать Они признаются Ребенком этого мужчины Специально для зрителей Программы Дела семейные Бесплатная юридическая консультация Знаешь что По-моему тебе уже пора В дурку Что за три тысячи Это смешно просто Каждый день С 14 до 16 На телеканале Мир Истец Анжела Бойко Предъявляет иск Об установлении Отцовства И о взыскании Алиментов на содержание Ребенка Ответчик Евгений Салаганов Иск не признает Так как не считает себя Отцом ребенка Слушается дело Поиск об установлении Отцовства О взыскании алиментов На содержание Ребенка Истец Бойко Анжела Витальевна Ответчик Салаганов Евгений Степанович Истец я вас слушаю Ваша честь Год назад я родила ребенка Но свидетельство о рождении Не указало кто отец На то были свои причины Вот у меня свидетельство о рождении есть До определенного времени Я работала в доме У Евгения Степановича Домработницей И очень дорожила своей работой Евгений Степанович Он женатый человек Я очень уважала его жену Эллу Владимировну И не хотела ей причинить вред Поэтому скрывала наши отношения с ним И скрывала то Что он отец моего ребенка Какой отец? У меня есть доказательства Евгений Степанович Выплачивал ежемесячно алименты Без принуждения Вот у меня есть Это не алименты Это было просто митеральная помощь Тем не менее У меня есть выписка Из моего счета в банке Где сказано Когда и сколько Спасибо Евгений Степанович Выплачивал мне деньги И меня эта помощь устраивала Я никому не хотела Прочинить вред Поэтому не говорила Не афишировала Кто отец моего ребенка Но Случилось так Что Жена Элла Владимировна Узнала О нашем семсвязи И Видимо поняла Кто на самом деле Кто является Отцом ребенка И выгнала меня На улицу В итоге Я оказалась В безвыходном положении Без работы Без дома В чужом городе С младенцем А где вы жили Вместе с ребенком Все это время Слава богу Меня приучили Нет Все это время Где вы жили После рождения ребенка Где вы жили Жила я вот в доме Также работала Домработницей Я проживала в доме Рядом с отцом своего ребенка То есть он Даже принимал участие В воспитании Особенно наверное Это было лучше Для Эллы Владимировны Ну соглашусь Здесь Немного спорная Ситуация Тем не менее Все было хорошо До определенного Времени А сейчас где вы проживаете Сейчас мне приучили Добрые люди Помогают Немного Ну и Евгений Степанович Продолжал До определенного Периода До какого определенного Периода Ну вот В течении двух Месяцев он еще Выплачивал деньги Но потом Деньги Перестали приходить Мне на счет И я была вынуждена Обратиться в суд О признании Его Как отца Чтобы Алименты Уже приходили На законном основании Хорошо Поняла вас истец Ответчик Слушаю вас Иск признаете? Нет ваше честь Иск я естественно не признаю Состояли в интимной связи? Да Состоял Но Тем не менее Постоянно предохранялся Этого быть не может вообще Спасибо за подробности То есть вы считаете что ребенок не ваш? Нет Однозначно не мой А почему тогда после рождения ребенка Вы оставили истца в доме? Разве это удобно Чтобы домработница была Вместе с грудным ребенком Проживала под одной крышей С работодателями? Ну здесь как бы человеческий фактор Просто доброта Ну какая-то Просто человеческий фактор Я ей всегда старался помочь Ну а как имея грудного ребенка Она выполняла свои обязанности по дому? Ну вроде как Даже жена не жаловалась Даже жену устраивала Ну и вас тоже все устраивало Давайте Ваша честь расскажу Прежде всего Откуда появилась Анжела Вот Анжела Приехала С Молдавии И работала Проституткой в Подмосковье Да какой проституткой? Ну что ты говоришь Сам ведь прекрасно Знаешь свою ситуацию Отличники Зачем суду эта информация? Эта информация Имеет непосредственно Отношение к делу Я пользовался ее услугами Ну пару-тройку раз может быть Потом я посмотрел что Девушка не глупая Вроде Чистоплотная Ну решил помочь ей Взяв на работу К себе домой В роли домработницы Вот Ну и все было вроде как хорошо Помогал я ей вечно Материально Жена перечисляла ей деньги И за То что она делала по дому А я естественно За другое Ну вот когда Родился ребенок То есть Получается Я спросил у Анжелы Чей это ребенок Она мне сказала Что сторожа Я говорю Ну тогда хорошо Твоя жизнь Распоряжайся ей Как тебе угодно Вот Про это Узнала супруга Что Вот это вот все Имело место быть Вот Ну и выгнала Анжелу И соответственно Сторожа тоже из дома С младенцем на руках Выгнала Да Я бы естественно На вашем месте Помолчала бы сейчас Вот В действительности Чтобы доказать свою правоту Я хочу Позвать свидетеля Сторожа Захира Правоту в чем Вы хотите доказать Ну в том что я не отец Ребенка Вот Но это неправда Ты отец моего ребенка И экспертиза в результате Докажет это Это человек Я уверена На сто процентов Это человек свидетель Признается в том Что он Отец ребенка Ну хорошо Пригласите пожалуйста Свидетеля Свидетель Ответчик Войдите Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Я Абдулаев Закир Лукбекович Я работал там Ответчиком Там Познакомился с Анжелой О том что Она крутится Хозяином Я не знал Но я ее Любил А думал что Она тоже Да какая любовь Между нами Ну ты сам подумай Да подожди Истец я вам уже Сделала замечание Мы слушаем Свидетеля А когда она забеременела А я не сомневался Что это мой сын Угу Угу Я хотел признаться Ребенка И жениться на ней Угу Но она говорила Не надо Если кто-то узнает Нас выгонят из дома Почему? Из работы Почему выгонят? Ну почему вас выгонят? Потому что в доме никому не нужны шашни В доме никому не нужны шашни Но все таки получается Что у вас были отношения со свидетелем? Со свидетелем Да Угу И с хозяином дома Все верно Ну Однажды Я застукал хозяин и Анжела Ну если бы я не смог себе держать После рождения После рождения сына уже Ну да После рождения ребенка Угу Я не стал себя держать Потом стал драться с хозяином А Вот А когда это все увидел хозяинка Угу Нас выгнала Анжела из дома Вот из-за твоей драки Все так и произошло Не было бы этой драки Все было бы нормально Все бы было что-то крыто Никто бы ни о чем не догадался Но Я просил ее Готов жениться Да это ему никогда не бывает Вы сейчас готовы на ней жениться И признать ребенка Да Потому что я ее люблю Вы ее любите Да Но я хочу чтобы Истец Суд признал ответчика Молодцы Так кто отец вашего ребенка то? На сто процентов Отец моего ребенка является Евгений Степанович Не хотите замуж за свидетеля? Не имея желания Не имеете желания Понятно Последний шанс А еще один свидетель Да 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 Хотел вызвать еще одного свидетеля Свою супругу Позовите пожалуйста свидетеля У меня есть расстрельщика Войдите Представьтесь пожалуйста Меня зовут Элла Владимировна Я супруга Евгения Угу О том что творилось в моем доме Я конечно догадывалась А вы догадывались все таки Ну разумеется не дурочка Ну вот это так Ну я на какое то время Закрывала на все это глаза А почему? Позвольте спросить Потому что это интрижка Моего мужа к сожалению Не первая и боюсь не последняя Верность никогда не была его сильной чертой Ну у него есть другие достоинства Ради которых я его терплю Вот к тому же Анжела переключилась на Закира Как я поняла Я решила что вся эта история Себя исчерпала Но как оказалось нет Угу Вот когда конечно в доме Начались скандалы Дошло до драк Я разумеется им обоим Указала на дверь Уволила Ну вот С мужем у меня был серьезный разговор Он мне заверял Что это была кратковременная связь Что он был очень осторожен Всегда предохранялся Что это не может быть Его ребенок Ладно ну что открываем конверт По делу было назначено В прошлом судебном заседании Экспертиза Генетическая Давайте посмотрим Что же у нас тут Так Оглашаются результаты Экспертизы Проведенной по делу И согласно выводу данной экспертизы Проведенной По определению суда Отцовство Отцовство Ответчика В отношении ребенка Не исключается Вероятностью Истинного отцовства Составляет 99 99 процентов Что означает Высокую Степень Вероятности Все Всем доказала Так что Поздравляю папаша Догулялся Теперь По результатам По результатам Экспертизы У нас получается Что биологический Отец ребенка Это ответчик Вы Я даже не сомневалась Суд удаляется Для внесения решения Так что Прошу всех встать Независимую Экспертизу делась Соглашается решение суда Иск об установлении Отцовства И о взыскании Алиментов Удовлетворить В полном объеме Установить Отцовство Ответчика В отношении Малолетнего сына Истицы И соответственно В актовой записи Будет указано Ответчик Отцом Истицы Что вы сделаете После того Как получите Решение суда Вступившее в законную силу Обратитесь в ЗАГС И у вашего ребенка Будет новое свидетельство О рождении Суд устанавливает Отцовство Ответчика Так как По утверждениям Истца Ответчик является Биологическим Отцом Ее ребенка И Эти Требования Подтверждены Выводами Экспертизы Проведенной По определению Суда Основания Не доверять Вышеуказанному Доказательству У суда Не имеется Поэтому суд Признав Ответчика Отцом Ребенка Взыскивает Взыскивает С него Алименты На содержание 1,4 1,4 Заработка И И До совершеннолетия Мой сын Будет Обеспечен В В Идиот У меня Господи Хоть На суде Все это Дела семейные Родная Кровь Не 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 Продолжение следует За include Продолжение следует...